здравствуйте друзья вопросик здравствуйте мне 19 лет учусь на втором курсе московского университета как на программиста цель этого письма спросить все ли я делаю правильно ну пока что вроде все молодец мы я давний ваш подписчик около трех с половиной лет то есть чек с 15 лет у нас тут смотрел разные видео и согласен по многим вопросам именно благодаря вам понял почему стоит поступать в москву увидел ценность высшего образования молодец какой слушал так говоришь говоришь хоть кто-то слушает так по на практическом уровне как только исполнилось 18 лет нашел работу джава программистом вот и дает а чё раньше нельзя на свободный график не без основания считаю что одно из лучших мест москве а значит и в россии еще на ю тесте подрабатываю и на удаленке сижу по другому фрилансу но мне ужасно не хватает времени ведь не удивительно конечно а еще домашние задания проблема в том что как-то не ощущаю счастья своей жизни хоть и зарабатываю больше всех своих знакомых моего возраста например сейчас на америку отложено 12 тысяч долларов не было за все это время девушки да я общаюсь с людьми теперь потому что надо работа университет каких-то дружеских отношений нет ни с кем хоть я и уверенно иду к цели эмиграция в кремниевую долину через рабочую визу но уже и сомневаюсь что мне она надо если сейчас среди своих по менталитету и языку нет девушки то там то я точно буду никому не нужен и рассчитывать будет не на что пока другие вещи давит на меня отец уходит от мамы она хочет чтобы я перестал с ним общаться хотя у меня была позиция что общаюсь со всеми а свои проблемы пусть сами решают ей не нравится со злобой со мной общается из-за этого сказала что думала что я порядочный другая сторона не лучше а я уже устал от их разборок безумное правительство читаешь новости казалось бы уже дно а нет еще что-то придумали не сомневайтесь на нет с одной стороны понимаю что лучше идти по этому пути и не сомневаться но другой уже как-то опускаются руки думаю этим летом посетить несколько европейских стран чтобы иметь записи в загранпаспорте на тот случай если уже совсем не в моготу будет с более высокой вероятностью дадут турвизу в сша хоть переезд не решит всех моих проблем но хотя бы часть раньше чем чаще чем раньше но вот чаще чем раньше пью когда утром не надо ник куда-то идти но хорошо хоть денег хватает не отраву не а какой-нибудь хорошие виски да то есть вопрос был правильно ли я вообще живу ну давайте сейчас тронемся ли побеседуем а я то еду на трансляцию прямую живьем со светланы к сейчас я в офис приеду и мы начнем да ну давайте значит конечно насчет правильного и неправильного меня очень напрягает вот это виски с утра несмотря на то что это не гадость вообще и с утра это уж совсем плохо и без компании так вот по черному но никуда ну совсем никуда ну ну очень опасная такая тенденция очень нехорошая гораздо хуже чем допустим сейчас у тебя нет девушки сейчас девушки нет потом появится а с этим делом так вот пристрастишься и вообще концы вот то есть хорошо еще молодой девятнадцать лет но там можно все начать и исправить и поправить но в общем прекратите это дело абсолютно вы лучше с утра когда идти никуда не надо видеть побегаете по улице там часок душ к примите потом там не знаю зарядочку такую там джим сходить если там деньги есть тем более ну надо здоровьем тоже заниматься казалось бы 19 лет и вроде и вообще не думаешь об этом а здоровье надо беречь да значит насчет давайте мы значит получается такая история что конечно парень взял большую нагрузку на себя и поэтому у него мало времени он учится я так понял это мгу до московского университета наверное мгу вот на программиста наверное это факультет вычислительной математики кибернетики я так пытаюсь вот вычислить то что было не сказано в явном виде это серьезная серьезный факультет любой факультет в мгу очень серьезный не потому что что то а потому что там контингент студентов отобранный знаете вот я помню когда учился в школе но в районной возле дома там до восьмого класса включительно так там кто мог пересказать что-то вот ну то что в книжке написано уже пять а потом я попал в математическую там в девятый класс а там все могут пересказать понимаешь вот полный класс народу и все могут пересказать и как как же теперь 5 ставить и вот педагоги начинают изгаляться понимаете и так и сяк там и там вот у меня было теста четыре с половиной дня по половине предметов были четверки невозможно было они изгаляются они вот вот так все выкручивают а ты понимаешь у тебя фокус ты должен вот это в общем так вот было значит и вот он тоже в похожей ситуации то есть он попал в серьезное место значит она серьезно учиться то есть одна сама по себе учеба в мгу там на вмк или я не знаю где он учится может быть сейчас другие факультеты все это я не в курсе но сама по себе учеба в мгу могла бы быть такой хороший full time нагрузкой по серьезному вот а вот еще работает тут и работает там и значит ну ну конечно конечно парень нагружен как следует он явно перегружен то есть у него как бы теряется удовольствие от жизни эти вместо того чтобы радоваться там и балдеть этого всего он как бы получается так перегружен надо надо снять снизить немножко нагрузку то есть не жадничте всех денег не заработаешь вот и тем более если переезжать там по рабочей визе так вам и не надо никаких денег для этого особо вот другое дело что планы могут поменяться вы можете там в конце концов не ожидая там завершение учебы вы можете вот work and travel приехал остался там всех делов так тоже можно если если действительно чего-то такого не хватает хотя конечно закончить мгу дел очень хороший вот тем более если хороший факультет чем чем же плохо то есть как бы я я очень за нагрузку снизить есть такая хохмочка я не знаю было это на самом деле не просто рассказывают так что у рокфеллера был приятель другой инвестмент банкер который значит пожаловался ему что спать не может по ночью по ночам и как это черный так вот как ты понимаешь рисковые инвестменты у меня тут там и я прямо не могу спать он говорит так ты снись уровень риска он говорит ну насколько снизить он говорит ну аптусы слиппинг поинт да ну чтобы спать спокойно вот поэтому значит я бы сказал молодому человеку что надо немножечко снизить нагрузку и до такой точки когда у тебя появляется время и на друзей там и на девушку там и на все такое когда у тебя фокус на чем-то понимаешь что получается энергия которая вот вибрация которая от нас идет она наша вибрация вот если у тебя фокус учеба иммиграция рабочая виза заработать денег и далее так далее вот эта вибрация которая от тебя пошла поэтому и девушка не идет на эту вибрацию девушка идет на совершенно другую вибрацию и друзья идут на совершенно другую вибрацию и так далее хотя мы понимаем что друзья бывают разные девушки бывают разные там об этом разговора не поэтому чем я сказал надо менять вибрацию то есть надо менять фокус систему ценностей то это не может сказать Вот хорошо бы, чтобы была девушка, но я для этого ничего делать не хочу, не могу там и так далее Но хотя бы надо быть там, где есть девушки Ну, определенного возраста 15 лет вам не надо, там скажем, ну от 18 и старше Может быть, вам вообще нужна девушка лет 25, я не знаю, почему нет Вот, но если молоденькая, значит, надо быть там, где есть молоденькие девочки Вот, я не знаю, что тут посоветовать Мы-то как-то естественным образом учились в институте А посмотрите, я учился в институте связи У нас в группе было 25 человек 6 мальчиков Остальные девочки хорошие, знаете, такие, очень даже ничего, девчонки были Вот, и весь институт такой, не то, что вот такой у нас в группе Вот мы на потоке собрались, там 4 группы, лекция, 4 группы Ну, соответственно, умножаем там 6 мальчиков на 4, значит, и остается там Представляете, перспективы какие Вот, поэтому Поэтому надо быть там, где есть девочки И надо, ну, что-то такое спросить себя А почему девушка захочет хорошей со мной быть? Знаешь, что я могу ей предложить? Ну, и так далее То есть, девушка, это как бы отдельный такой проект Понимаете, есть люди, которые естественным образом привлекают к себе девушек Есть люди, которые привлекают к себе девушек вот определенного плана Вот такого плана или такого плана Там, относительно легкого, более, так сказать, умеренного, там, совсем сложного поведения Там еще какие-то, разные Соответственно, разные молодые люди привлекают разных девушек Но я бы, я бы, честно говоря, не стал бы в 19 лет сильно на эту тему беспокоиться Это совершенно не тот возраст, когда, скажем, там, проблемы девушки там Ну, значит, вам не до девушки Вы не видите, какие у меня вот в школе девчонки потрясающие? Уже постарших, там, не 19 лет, а вот, скажем, там и 25, и 28 даже бывает И, ну, так, ну, просто глаз не оторвать И я говорю, а как там у тебя вот на личном фронте? Они говорят, что вы, ну, через одну, я не хочу сказать, что все, через одну Говорят, что вы, Михаил, да мне не до этого совершенно Я вот сейчас учусь, я вот карьерой занимаюсь там Я, какие, что вы? Это люди, у которых выбор, какой хочешь То есть, господи Понимаете, не то, что вот, там, допустим, они не могут найти себе молодого человека Они не хотят связываться, они хотят, вот они себя посвятили там чему-то и так далее Поэтому вы примерно в этой же ситуации Разница в том, что они могли бы, но им не хочется А вы, допустим, может, хотели бы, а вроде девушки пока нет Ну, ничего страшного, ничего страшного Я даже, честно, я вот думаю, если вам 19, соответственно, девушка, скажем, там, ну, 18-19-20 лет девушка Ну, может быть, вы ей не можете пока дать того, что хочется девушке, там, в этом возрасте Может быть, ей хочется молодого человека, там, лет на 5 постарше, я не знаю Я настолько далек вот от этого мира, что ничего сказать не могу Но если вы ментально как бы изменитесь, да, в смысле отношений, настроений, вот этих вибраций, да Возникнут сразу там девушки, причем вот чем точнее вы опишите себе Знаете, как бы это, как там называется, карта мечты там, да Вот чем точнее вы опишите девушку, вот сядьте и напишите на бумажке Вот какую девушку вы хотите, вот она возникнет тут же Заказать надо, поэтому вы заявку, может быть, не послали туда, в каталог Вселенский туда, вот, туда Вот И я думаю об этом с родителями, значит, чего? С родителями вы не позволяете себя втягивать в чужие разборки То есть вы и так, я вижу, не позволяете, но, в общем, имейте в виду, что это недопустимо То есть вами пытаются манипулировать люди, которые злые, которые раздраженные, у которых там какой-то личный кризис там и так далее Значит, у них кризис пройдет, а у вас проблемы от этого останутся Значит, вы в это дело не лезете Вот Ни с кем не конфликтуете На самом деле, вы возьмите с собой маму по Европе покататься Вот вы хотите поехать там в несколько стран, возьмите маму с собой Скажите, мам, поехали Деньги есть, поехали Второй мамы не будет, я вам точно говорю, я знаю наверняка Второй мамы не будет Поэтому возьмите ту, которая есть Вот, и поезжайте с ней Вот у вас может быть какой-то, я не знаю, там, сколько там, на недельку, на 10 дней Может у вас какая-то, ну, какая-то другая вибрация с мамой возникнет Это очень хорошая вибрация, когда с мамой на одной волне Очень здорово Вот, но безусловно, не втягивать себя в это дело Мама вас в это тягивает, потому что она сама в стрессе Вот вы в стрессе из-за того, что много времени, нагрузку большую на себя взяли А мама в стрессе из-за личных дел Я понимаю, что если вам там 19, маме может быть там 42 Здесь бы она, господи, вышла бы только на оперативный простор Знаете, 42 года, наверное, симпатичная, молодая женщина, господи Вот, а там у нее мысли такие, что жизнь кончилась, как дальше жить Муж уходит Она ему отдала там 20 лет жизни Знаете, вот вас вырастила И вот на тебе Знаете Поэтому возьмите маму, поезжайте с ней Что там еще Правительство Я вам скажу Не берите сильно в голову Значит, почему Спросите себя Вот, допустим, со времен там, я не знаю Князь Владимира Ну, и даже раньше Вот, было ли когда-то время, скажем, сильно лучше С точки зрения правительства и его безумия Ну, правда Ну, это как бы фактор, который там постоянно присутствует И который Я даже не знаю Чего вы к ним прицепились Решайте свои вопросы Вот За тысячу с лишним лет ничего такого не произошло Ну, в смысле так Нет, конечно, там очень много чего произошло Но Вот оно и дальше так будет Не думайте об этом Какое дно Чего там дно Я не знаю Вот Гранит-то открытая Войти дно А граница открытая Взял, поехал Я в вашем возрасте Даже мечтать не мог Чтоб можно было границу пересечь Без того, чтоб там Под автоматными очередями Там, понимаете Поэтому Это не такое дно 12 тысяч у него на счету Когда я был в вашем возрасте За десятку долларов Я уж не А может и за доллар Если бы хотел Можно при желании и за доллар Упекли бы так Что уже вышел бы В предпенсионном возрасте На свободу Поэтому Ебогу Не так все плохо Не то, чтоб я Сильно поддерживал То, что там происходит Но Во всяком случае Заниматься над тем Что вы можете в своей жизни контролировать Правительство вы контролировать не можете Соответственно Переключитесь на то, что можете Вот Маму можете повезти Пожалуйста Пока граница открыта Во всяком случае Уже пользуйтесь Да Значит Так что Мой совет самый лучший Который я бы сказал Что это лучший Это просто снизить нагрузку Мой совет Может быть более радикальный Который я бы поставил на второе место Не на первое Но если уже все так вот Прикрутило и так далее Ну в конце концов Ну езжайте сейчас Насчет девушки Вы не сомневайтесь У вас будет девушка Как только вы Станете Представлять собой Нечто Интересное Для девушки Будет девушка Приедьте к нам в школу Я вас познакомлю С хорошей девушкой У нас тут такие девчонки Вообще золото Вот Не беспокойтесь на этот счет То есть Если сейчас там Правильной девушки нет Или там друзей правильных нет Это ничего не значит Ну значит появится Появится Вот И уж Во всяком случае Пить Пить в одиночку Не надо Вы можете купить виски Так И позвать ребят С которыми вы учитесь вместе Или работаете И сказать Ребята Есть там виски Значит там Угощаю Приглашаю Да Вот у вас появятся Там какие-то Друзья Типа собутыльники Вот Уже Уже лучше А так В одиночку точно не надо И по утрам не надо Вот Такой у меня совет Вот Все неплохо Все Все гораздо лучше Чем может показаться Правда Просто Понятно что есть переживания Но Я бы не Не уделял им такое большое внимание Все путем Счастливо 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 Счастливо